Добрый день, уважаемые зрители нашего канала, подписчики, дорогие друзья. Мы не случайно сегодня с Алексеем Юрьевичем находимся на Меслате. Совсем не случайно. В двух словах. Последние две недели мы разыскиваем нашим клиентам, замечательной семье, моим землякам из Петербурга, квартиру для собственного проживания. Неинвестиционный проект. Сейчас, с началом сезона, испанцы, в основном агентства и хозяева, подвинетили немножко цены, на мой взгляд, не очень адекватно. В надежде на какой-то сезон, на каких-то туристов, случайных покупателей. Примерно где-нибудь 15-20 тысяч от рынка. Поэтому сейчас наши интересы сместились немножечко с Песет Александра, с Беникалапа, с Террефеля, вот наших любимых мест, в сторону Меслаты. Объясню почему. Квартира для себя с бюджетом 150-160 тысяч без выплат под ремонт. То есть угадывается бюджет примерно где-то 200 тысяч, весь бюджет проекта. Мы посмотрели какие-то варианты в Ноу Молес. И чуть дальше, чуть выше наши интересы в результате, так сказать, оказались в Меслате. За неделю с небольшим мы посмотрели, ну, возможно, 6, может быть, даже 7 вариантов квартир именно на Меслате. И, в принципе, даже наметили какой-то вариант, с которым мы можем работать по покупке. Хотим лишь только еще немножечко, так сказать, для очистки совести посмотреть на неделю, которой предстоит. Пару-тройку вариантов для того, чтобы понять, насколько ситуация изменится или не изменится, так сказать, с количеством просмотров. Может быть, какое-то чудо случится, мы увидим что-нибудь более интересное. Тем не менее, мы на Меслате. Итак, сейчас, да, собственно, в общем-то, и уже много лет, как минимум лет 20, наверное, Меслата все равно вызывает у наших людей русскоязычных пристальный интерес для покупок. Квартир для собственного проживания. Ну, в общем-то, и для инвестиций, совсем еще недавно для инвестиций. Еще недалеки были те времена, когда можно было на Меслате купить квартиру до 100 тысяч. Посмотрите сами, улицы вполне приличные, достойные. Не все дома так хороши, как, допустим, вот этот. Понятно, что эти дома недешевые. Но есть и обычные на Меслате, вот так вот, собственно, на той улице, которую мы сейчас проходим. Вполне обычные типовые дома конца 60-х, начала 70-х годов по стройке. Ровные, красивые улицы. Посмотрите, какие-никакие деревца, пальмочки. Забыл отметить, что Меслата – это самостоятельное муниципальное образование. Это не Валенсия формально. Де-факто, конечно, это Валенсия, которая, в общем-то, граничит со всеми важными магистралями, такими как Авенида Дель Сид, скажем, или там Парк Абиссера, к которому мы сегодня еще вернемся. Но формально это самостоятельный муниципалитет. У них даже мусорные бачки на свой манер. Вот свой собственный проект. Мы перейдем подальше от всех этих скопищ. Пойдем по солнышку, ничего страшного, я не растаю. Как вы видите, отличные планировки улиц. Прекрасный асфальт. Ровные, понятные перекрестки. Этот район, я считаю, весьма привлекателен для покупок инвестиционных квартир и квартир для себя. Но сразу поясню, что сейчас инвестиционные проекты на Меслате обойдутся вам под ключ, под сдачу 1160-170. Но это будет квартира с двумя санузлами, большая, в районе 115-110 квадратных метров, с пятью комнатами. Если вы готовы конвестировать вот в такой проект за такие деньги, то да, на Меслате все еще сейчас, изучая и просматривая варианты квартир, мы с Алексеем Юрьевичем убедились, что да, такие варианты под инвестиции все еще можно найти. Но напомню, что наша задача сейчас нашим клиентам купить квартиру для собственного проживания. Меслата, конечно, тоже разная. В сторону парка Турия, так называемая старая Меслата, с узенькими улочками и со старыми домами до 20-х годов, она, конечно, не очень выглядит привлекательно. А вот такие дома на этих улицах, которые мы, собственно, и смотрим последние уже полторы недели, да, вполне достойные, на мой взгляд, единственное что. И причем даже мы видели квартиру, Алексей, помнишь, вот эту последнюю квартиру с ремонтом? Да. Но, увы, к сожалению, квартира не имела ни балкона, ни галереи, я уж не говорю уж о террасе. И, к сожалению, коммунальные запахи, причем запахи коллектора, они, конечно, производили угнетающие впечатления, хотя этаж, как ты помнишь, был весьма-не весьма, и, в общем-то, ни первый, ни второй. А если мне память не изменяет, шестой, что ли, или седьмой этаж. Ремонт был сделан отличный, для собственного проживания вполне подходящий. Квартира стоила 165 тысяч, я так думаю, что подозревался торг какой-то. Но наши клиенты забраковали квартиру напрочь, соответственно, мы и спорить даже не стали. Друзья, мы сейчас подойдем вплотную и покажем вам дом и улицу, на которой мы, в общем-то, подобрали нашим клиентам квартиру. Они ее посмотрели, и мы, тот самый рабочий вариант, который мы решили оставить пока в рассмотрении, сразу оговорюсь, что у наших клиентов имеется автомобиль, поэтому для них не существует проблемы какого-то транспорта. Хотя от метро Меслата, как видите, мы идем всего-навсего еще меньше 10 минут. Перемещаемся с вами как раз сейчас к выезду из города в сторону нежно любимой нами черевеи. С левой стороны Авенида Дельсит, самый ее конец и выезд из города. Мы сейчас увидим с вами мост, на котором заканчивается Валенсия, а тем не менее идем к дому, который мы облюбовали. И вполне возможно, если ничего лучшего мы сейчас нашим клиентам не найдем на следующей неделе, то, наверное, мы будем решать вопросы с тем, чтобы вносить оферту и в дальнейшем ее приобретать. Нам всем понравилось само место, оно просторное, широкое. Дом стоит, все окна выходят не во внутренний двор, а в некий скверик небольшой, весьма привлекательный. Вот такая вот детская площадка. Как ты помнишь, по-моему, дети наших клиентов прямо ее вот уже облюбовали, да? Здесь именно они, так сказать, как-то время какое-то провели. Интересное, интересное место. Оно в корне, в лучшую сторону отличается, например, от района Лайюм, который находится прямо через дорогу в противоположном направлении. Во-первых, это место кажется визуально чуть повыше, посухше и немножко попозитивнее. Представьте, какие улицы. И опять же, видишь Меркадона? Вон она. Их тут много, причем, в отличие, скажем так, от самой Валенсии, вот эта одна из Меркадон на Меслате была просто какая-то, каких-то чудовищных размеров. Вот тот самый мост в Черевею. Вот мы с вами, так сказать, на выезде из города. Напомню, что мы прошли от Меслаты пешком всего-навсего 12 минут. Ну, 12 минут. Ну что? Пустырь не очень живописный, но я больше, чем уверен, что место для парковки можно найти. Вот мы даже видим, что есть пустые места свободные. Вот этот дом, в котором мы посмотрели квартиру недалеко, как в четверг. Все окна, напомню, выходили в сквер. Ни вот не сюда, ни на улицу, ни на объездную дорогу. Стоимость квартиры, стоимость квартиры 160 тысяч. Насколько нам сказал агент, они имеют одну оферту. Имеют одну оферту на 145 тысяч. Мы пришли. Вот этот подъезд. Естественно, дом с лифтом. На паркинге всем, конечно, места не хватает. Я не уверен, что здесь есть места в аренду. Ну, вот опять же, вот пустырь. Ну, вот опять же, свободные места. Да, пожалуйста. Ну, шум... Расстояние. Ну, не Авенида-дель-сит. Не Авенида-дель-сит. А учитывая, что все окна выходят в противоположную сторону, шумового давления никакого. Друзья, мы сейчас с вами выйдем на Авенида-дель-сит и покажем вам высотные здания, в которых мы посмотрели две квартиры. Прямо, прямо с Авенида-дель-сит вход. На высоких этажах, на 11-м, там, на каком-то 7-м. Одна из них квартира была, по-моему, если не ошибаюсь, от банка. Дверью Антиокупас. Сейчас мы расскажем, почему, что вызвало, так сказать, негативную нашу реакцию, почему мы даже не стали, в принципе, вести переговоры о цене. Как бы агент этот растерянный не говорил нам о том, что «А что, мы даже ничего с вами не обсудим». Нет, мы сказали, дорогой, мы ничего с тобой не обсудим. Спасибо за показ. Мы пойдем, высвоясь. Я не думаю, что квартира так уж баснословно дешевая. Ну, все в районе 150, я думаю, что вот это вот все плюс-минус. Туда-сюда, туда-сюда. В зависимости от метража, состояния. Проблема сейчас квартир под 170 тысяч такова, что почти все они нуждаются в тотальном ремонте, к сожалению. Потому что они имеют ремонты времен сдачи, это 70-е, 80-е года. Они, конечно, совершенно неприемлемы. Унылые темные полы, плиточные. Все это, конечно, замечательно, но вы же понимаете, 40-50 лет. А нашим людям, все-таки привычным к квартирам с временным ремонтом, очень тяжело с этим смириться. Поэтому вполне понятно их желание отремонтировать. Я думаю, здесь можно подступиться по цене квартирам на уровне 130, 140, 145 тысяч, наверное. Может быть, 150, но, опять же, с перспективой торга. Особенно с квартирами, которые выходят тотально практически все во внутренний двор. Опять же, все зависит от того, сколько времени хозяин и агентство продают данную квартиру. Если это год или полгода, то, как вы понимаете, они достаточно сговорчивы. Здесь только вопрос в том, готовы ли вы лично жить в квартире, в которой ни одного окна не выходят хотя бы даже на улицу. То есть все это внутренние дворы, колодцы так называемые, всеми нелюбимые. Ну вот дом, например, тоже достаточно простой. Вот и даже дом еще старше. Через вот эту вот вставку с одним подъездом, да, с кирпичиками, со светлыми. Розоватый дом. Судя по оконным правилам, он еще старше. Это чисто 60-е года. 63-й, 5-й год примерно. Максимум 68-й. Дом, конечно, поддерживают в нормальном состоянии. Фасад приличный, да, он сделан. Коммунидат, видимо, работает. Но квартиры по 70, по 75, по 80 метров. Дом старенький. Совсем, я думаю, что еще недавняя цена двухлетней давности здесь. Квартир по 85-90 тысяч. На самом-то деле. Прямо вот мы с вами вышли. А вот домик, он почти угловой, посмотри. Это уже такое что-то бениколабское. Такое, похоже, так сказать, на то, что здесь квартира может стоить, видишь, еще, так сказать, эти циновки вместо этих, господи, тольда, да? Совсем древний домик. Выглядит он, конечно, так себе. Немножко ущербненько. Вот лесенка с окнами-бойницами в три этажа всего. Конечно, без лифта. Ну, наверное, стоимость квартир здесь может быть до 100. Вполне возможно. Вполне возможно. А это не Бласко-Ибанис наш, который мы разыскивали. Это вот оно есть. Друзья мои, ища Бласко-Ибанис в Валенсии, не наткнитесь, случайно, пожалуйста, на Бласко-Ибанис на Меслате. Это очень как бы разные вещи. То есть Бласко-Ибанис самой Валенсии и Бласко-Ибанис на Меслате. Итак, выйдем на Винни-Де-Дель-Сид. Ну, хорошая, достойная достаточно улица Бласко-Ибанис. Вообще, в принципе, по нашим хождениям в последние 10 дней по Меслате сложилось впечатление, что микрорайон не слишком велик и огромен, а даже, скорее, наоборот. Так или иначе, вы отовсюду попадете до метро Меслате ну, минут за 10-15, 12. 10. 10. Ну, вот такие бюджетные достаточно дома, которые примыкают уже практически к Винни-Де-Дель-Сид. Чем хороша и, скорее, даже может быть плоха одновременно Авени-Де-Дель-Сид? Это въезд и выезд из города. Эта трасса не засыпает практически круглосуточно. Шумовой эффект достаточно сильный и весьма серьезный по обе стороны. И если дома и фасады выходят прямо на Винни-Де-Дель-Сид, то, честно говоря, квартиры, которые мы смотрели даже с террасами неплохими, весьма выходящими, да, на Винни-Дель-Сид, вот эти дома уже начинаются. Мы посмотрели здесь 3 или 2, или 3 варианта, я уже не помню. Первый вот здесь? Первый прямо вот здесь. Все квартиры выходили вот сюда, на Винни-Дель-Сид. Сегодня воскресенье. Поток, конечно, весьма умеренный, но, тем не менее, высокий этаж 7-й и 11-й никак не спасают от шумового давления. Причем, если открыть окна, то это шумовое давление распространяется вглубь квартиры, просто вот на всю квартиру. А в гостиной, например, или на террасе разговаривать и общаться невозможно. Настолько велик все-таки шумовой эффект. Чуть-чуть в сторону, на улицу, да. Это интересно. А вот по самой, конечно, Винни-Дель-Сид не случайно. Сейчас, как Алексей Юрьевич говорит, для банков и агентств, так называемый, буншанс поднявшимися ценами на продажу этих квартир. Но напомню, что ни нас, ни наших клиентов эти квартиры не заинтересовали именно по той простой причине, что они нуждались в большой вкладке в ремонт и, конечно, шум. Ну, вот вы слышите. Вот мне уже тебя слышно. Вот я на расстоянии... Я думаю, что наши зрители прекрасно слышат. Мы сейчас подойдем поближе и дадим ощутить шумовой фон. Заодно покажем издалека вот эти высотные дома, в которых мы были. Вот, друзья, это воскресный день. Двустороннее движение с разделительной полосой. Пока едут автомобили еще куда-нибудь, но мотоциклы, мотороллеры, даже, может быть, какой-то средний грузовой транспорт. Хотя, согласитесь, красиво. По русскоязычным понятиям широкое, симпатичное место. Раздольное такое вот с газонами, с красивыми, так, с травкой такой, которую, конечно же, подстегут. Прям приятно, конечно, по ней идти. Ну, очень приятно. Ну, очень, прямо очень-то. Трава мягкая. Выгул собак, конечно же, здесь запрещен. Мы получили разрешение от муниципалитета Меслаты немножечко потоптаться при необходимости для съемок. У нас вообще очень хорошие отношения со многими муниципалитетами, как и в Валенсии, так, например, и в Меслате, и в пригородах, например, в том же самом Торренсе. После нашего визита туда мы получили ряд писем о том, что, ребята, вы делаете огромное дело для социализации иностранцев. Это, конечно, великолепно и прекрасно. Алексей Ильич на Медне побывал в муниципалитете в Алиане, помогал в серьезных деловых переговорах нашим партнерам из Москвы. Вот опять со светофора поехал транспорт, и вот вы можете услышать вот этот вот постоянный непрекращающийся шум, который поднимается вверх. И, конечно, я называю эти квартиры непродаваемыми, потому что при всей огромной вкладке в ремонт на уровне там 40-50 тысяч, чтобы сделать 110-метровую квартиру с двумя санузлами под свои собственные нужды, и имея вот такой вот шум, то есть терраса, которая там имеет место быть, или балкон, это просто... Вот это вот, она нужна здесь. Да, это потерянное пространство. Его что? Ну, стеклить? Так это уже тогда не терраса. То есть сидеть все время с кондиционером, с наглухо закрытыми окнами, остеклопакеченными. Ну, тоже так себе вариант. Хотя, повторюсь еще раз, красивое широкое место, конечно, безусловно. Оно зелененькое такое достаточно. Мы пришли. Мы были вот в этом доме, да? Да. И это был 11-й этаж, да? Друзья, вот 11-й этаж, и одна из террас. Вот этот вот дом. Вот эти окна, вот они. И частично сюда, как бы, да? Ну, вот вы сами все понимаете. Машины набирают скорость, стартует со светофора. Так что вот это вот все. Под домом прямо остановка общественного транспорта. Нет, с точки зрения транспорта, метро Меслаты, 10 минут ходьбы, автобусы, в том числе и автобусов, пригородных желтых автобусов, метробаз, так называемые, которые вас увезут в разные направления. Все прекрасно, все замечательно. Широкая улица, но... Я уже тебя не слышу. Примета обязательно в Валенсийской любого квартала это какой-либо игровой клуб. Бинго. Обязательно. Сало Эль Сид. Друзья, мы покидаем с вами Венид Эль Сид, сворачиваем во дворы в сторону Меслаты, пройдем с вами через салон Volkswagen. Посмотрим с вами еще ряд бюджетных домов. Прямо, например, вот по курсу нашего движения. Вы услышали, да? Всего лишь один на всего... Это еще скромно. Скромный мотоциклист. Да, это конечно. Вот мы немножко свернули и понимаем, что с каждым шагом мы удаляемся от Шумной в сторону довольно тихих дворов на Меслате. Вот мы уже слышим птиц. Шум стихает с оживленной трассы. Мы углубляемся с вами снова в Меслату. Друзья, так уж случилось, что пока мы с Алексеем Юрьевичем ушли с Венид Эль Сид в сторону глубины Меслаты, мы случайно совершенно проходили мимо подъезда, в котором в пятницу вечером после обеда мы смотрели квартиру на каком-то пятом этаже очередном. Чем нам квартира запомнилась, чем она не запомнилась. Под ремонт видов нет. Никаких... Что? Это с собачкой? С собачкой. Ничем. Ничем, к сожалению, квартира не отметилась. Кроме с собачкой. От стоимости какова была? 165? 1. 161. 162 на 1000 евро. На наш взгляд, квартира продастся за 130, 132, 135 тысяч. 140 как максимум. Потолок. Потолок. Это ее цена, вот просто она в рынке. Абсолютно. Абсолютно. Здесь такая площадь, куда стекаются вот эти крупные меслатовские магистрали. Вот там метро. Вот буквально просто, если пройти по этому... Как они у нас называются? Бульвар. По бульварчику вот поэтому пройти. Прямо можно спуститься в один из выходов метрополитена и поехать на метро. Отсюда, ну, 5-7 минут. Чертерчик. Чертерчик, да. Пойдем. Ну, это фактически вот уже последнее здание перед парком Кобесера. Вон оно с колоннами, да. Друзья, вот сейчас мы пройдем с вами через меслату более древнюю, что видно, собственно, по, как бы, по застройке. Я, наверное, расскажу вот эту старую легенду. Это вовсе, конечно, не легенда. Лет 30 назад меслата слала таким пригородом, очень таким, мягко говоря, неоднозначным, наркоманским, хулиганским. Потом как-то власти в муниципалитет в Меслате взялись за это. Они стали облагораживать улицы. Но вместе с тем, любимая версия моей дорожайшей супруги Надежда о том, что, посмотрите, какие вот старые древние домики. Много было заброшек среди них. Что-то сейчас выкуплено, конечно, отремонтировано, но далеко, конечно, не все. Здесь любили в заброшках зависать наркоманы какие-то, хулиганы и прочие туманные личности. Леш, а это вот не школа? Не школ? Что, серьезно? Да. Ну, посмотри, я же еще раз говорю, что Меслата очень такой райончик небольшой на самом деле, но очень хорошо уже освоенный. Так вот, к нашей легенде 30-летней давности власти муниципалитета взялись за, ну, по теории разбитых окон, как в Нью-Йорке когда-то, когда нельзя было съесть метрополитен. Власти города начали методично бороться с хулиганами, с наркоманами. Меслата заполнялась, заселялась русскоязычными покупателями постепенно. Ну, как постепенно? Я считаю, что достаточно основательно шли ремонты, клали новый асфальт, открывались какие-то бесконечные офисы, парикмахерские, стоматологии, магазины-магазинчики, консумы в том числе. Друзья, одна из первых наших покупок, в принципе, наших покупок нашего агентства состоялась именно здесь, вот в этих домах. Мы не будем точно показывать в каком, потому что наши клиенты, многие наши клиенты уважают анонимность, и мы не будем, не будем нарушать их желание, так сказать, и стремление к анонимности. Была куплена квартира, отличная квартира, с видом прямо вот на эту школу, на Калехию, на холмы, на горы, которые уже находятся за городом. Вот это одна из наших первых покупок. Опять же, квартира была предназначена под ремонт, но квартира была с лифтом, хороший подъезд, большие площади комнат, кухни, то есть квартира очень внушительная. На нашем канале есть видео с этой квартирой, я прикреплю обязательно ссылку в описании, или, может быть, даже дам в конце видео прямую ссылку на просмотр этой квартиры. Так что вот, судите сами, тихое, спокойное место, птички. Ну, а зелени, конечно, немного, но все это искупается тем, что парки, в том числе и Каналета и Кобесера, находятся буквально в пяти-семи минутах ходьбы. Мы сейчас вернем направо и все вам покажем. Итак, друзья, мы приближаемся к парку Каналета, Кобесера. Решили вам показать вот и такую Меслату в том числе. То есть сейчас наш путь лежит через старую Меслату. Понятно, что, видите, периодически встраивались вот такие домики взамен просто уже, так сказать, рухлых уже упавших. И по мере того, как строились вот такие дома, маргинальная часть Меслаты превращалась во что-то более-менее, так сказать, удовольствуемое и приличное, скажем так. То есть отсюда просто вытеснили маргинальный элемент. Вот еще бы такое произошло с Малеворосой и с Кабаньялом. Было бы вообще замечательно. Мое личное мнение к Меслате, оно немножечко изменилось. То есть в те годы, когда я приехал 10 лет назад, и мы покупали недвижимость, я, конечно, Меслату категорически не рассматривал как центр вложения квартиры, так сказать, покупки для себя или для инвестиций, вот категорически. Сейчас я уже немножко иного мнения об этом районе. Он очень сильно, конечно, изменился даже за те годы, что я здесь нахожусь сам. А Алексею Юрьевичу так и вовсе Меслате нравилось и нравится до сих пор. Домик отреставрирован, отремонтирован. Живут люди, пожалуйста. Я думаю, что где-то по низу рынка выкупили когда-то. Аккуратный, достойный дом. Прекрасный. Прекрасное место, небольшая площадь, отличный дом. Опять же, так сказать, трубы старых котелин приватились в достопримечательности. Именно с этих улиц мое знакомство с Меслатой это и началось. Почему у меня такое было предубеждение к этим кварталам? Именно из-за этих улиц малопонятных и приемлемых для меня. Места интересные, неоднозначные. Но это, наверное, уже немножко не та Меслата, на которой бы мы рекомендовали покупать недвижимость нашим клиентам. Хотя, близок к парку тут просто, так сказать, как говорится, ближе уже некуда. Вы просто можете в него спуститься и пойти в парк. Посмотри, как вписаны новые домики. Сюда были очень аккуратненько четырехэтажненькие, да? Высокий цокольный этаж. Он жилой, но он высокий. Вот прекрасный дом стоит. Ну, великолепный. Кондиционерчики так тоже. Где-то кабель-канал, где-то просто так. Видимо, не заложены были в проекте какие-то каналы для коммуникаций. Ну, ладно. Друзья, ну, посмотрите. В непосредственной близости от парка Кобесера и Каналета какие шикарные новые кварталы на Меслате. Ну, потрясающие, конечно. Тихое место, спокойное. Свежее жилье. Мы специально посмотрим с Алексеевичем стоимость квартир на идеалиста вот в этом месте. Конкретно в этом месте. Для понимания. Потрясающее место, конечно. Великолепное. И вот все это вот на вот это вот зеленое-зеленое вот это море. Друзья, и еще раз о прекрасных новостройках не просто рядом с парком Каналета, а именно прямо вот мы видим перед собой заборчик. Парк в парке. Каналета, парк в парке. Прямо по курсу. Вы слышите, как поют петушки налево урбанизация. Прекрасные дома, прекрасное место. Ну, что тут скажешь. Вот такая вот она, друзья, Меслата. Разная. Средней ценовой категории, ближе к Вене-Дедлисит. Старая Меслата, сама по себе, которая просто превращается уже в исторический памятник. И Меслата новая, вот с такими шикарными домами. Поблизости к парку, к паркам. И место, конечно, Мадрамия, да. Так что, друзья, для покупок элитного жилья в принципе можно рассмотреть и вот эти вот фешенебельные районы Меслата, поближе к парковой зоне. Спортивный комплекс, новостройки, урбанизации и парк Каналета. Вот он. Мы просто к нему пришли. Просто пришли. Какая потрясающая тишина, запахи, ароматы, растений. Пожалуйста, теннисные столы. Ну, зона отдыха. Аккуратные газоны. Напомню, что парк закрывается. На ночь, да, он закрывается? Пошли, пошли, пошли. Тут будет флот прямо. Не, не. Что, не? Все. Надо, надо уже как-то. А мы еще, а мы еще даже где открыли фуру. О! Вот, ну, просто пройти здесь уже за счастье. Да. Посмотрите, какая перспектива самого парка. Бог ты мой. Новый гул собак запрещен, тем не менее. Уж не знаю, насколько он строго соблюдается или нет. Как вод для собак. Отдельная площадка? Ну, естественно, огороженная отдельная площадка. Целый комплекс парковых развлектов. Здесь все спорт. Вот, сейчас пока здесь поля футбольные, которые видно с той стороны. Кампус де футболь. Да. Друзья мои, на этой мега-мажорной ноте, вот, в окружении вот этой замечательной листвы деревьев, птичьих гнезд, птичьих голосов, людских голосов, мы хотим с вами попрощаться до следующего выпуска, сказать вам до свидания. Любимые, обожатели, обожаемые наши подписчики, прежде всего, к вам. Вскрывайте ваши заначки, банковские счета, приезжайте. Алексей Юрьевич за кадром, Владимир Юрьевич в кадре. Помогут вам с покупками инвестиционных квартир, квартир для собственного проживания, с консультациями любого различного рода, визовый режим, банковские счета, все что угодно. Любим вас, целуем, обнимаем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok